Да-да-да-да-да, вот я недавно вам сделал материал про таможню, таможня идет, вот пещерина идет в говно, так, мои самолетики, квадрики, это вниз я просто опущу, вот сюда, вот, это обыкновенный беспорядок рабочий, да, тут много всякого чебатухи там, а может быть нужно, может быть нет, ну по сути, наверное нет, так, тоже уберем, а вот, вот теперь самая забавная ситуация, да, самая забавная ситуация, это вот эти штучки, тавигил, это называется штука, разувастатин, и вот такая штука называется рибавирин, вот, такая штука, да, и это все я нашел благодаря интернету, кроме всего прочего, благодаря интернету я научился лечить свой рак, кроме всего прочего, я вам недавно, да и вообще, то есть 7 лет я уже прожил, и показываю, как это можно делать, вы это можете реально смотреть, это все красиво и ровно, спасибо вам, вот, ага, ну а в связи с тем, что у нас каникулы, какие каникулы, у нас типа коронавирус, вау, вау, крутизна, то есть давайте все-таки определимся, что вам дает интернет, и что вы в этом интернете можете узнать легко и просто, вот сейчас, вот, вот такая хорошая штука, это называется флайт радар, флайт радар 24 комп, то есть вы говорите, что у вас самолетов мало, а я говорю, что самолетов очень много, очень много, вот они, вот они также летают, никаких проблем нету, то бишь, это вот сегодняшние данные, да, вот я, допустим, хочу посмотреть, вот такой большой рейс идет, откуда он идет, вот, пожалуйста, Гонконг, Франк, да, Боинг 747, Кантри регистришн, естественно, Чайная, как-то, ну, вот, то есть, а мы говорим о чем, о том, что машины стоят, я не вижу, что они стоят, это у нас, когда проблемки начинаются, окей, договорились, ага, вот тоже интересная штука, может быть, вы видели, может быть, вы нет, ну, чтобы это было вам прикольно, я обращаю внимание, о, число жертв от коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек, ну, да, коронавирус, проблемки, а, проблемки, окей, у нас еще грипп существует, да, давайте так, уберем вот это дело, свернуть окна, да, а вот это еще интересная фраза, просто я решил ради прикола посмотреть, а сколько у нас человеков-то умирают от гриппа, хотите узнать, давайте, вбил, ну, ну, что ты сюда-то пошла, не надо, вот, ежегодно от гриппа в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек, то есть смертность в 5 раз больше, в 5 раз от гриппа мы умираем, а, вам ничего, так все нормально, да, и у меня возникает вопрос, мне тут начинают втирать, 5-10, я говорю, давайте определимся, сколько людей от гриппа-то умирают, то бишь от гриппа у нас умирает, знаете, что, ну, так не сильно много людей, которые проживают в пределах той зоны, которая реально охлаждается, о, сейчас, мама, еще сделаем тему интересную, сейчас, 3 секунды, сейчас, перекручусь, вот, сейчас, вот, 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 вот вот так примерно то есть в индии гриппа не существует а немножко другая температура вот я даже очень сильно сомневаюсь что в иране все это дело существует то есть если мы будем говорить о количестве заболеваемости гриппом то это россия вот это все то что должно быть вот немножко развернем все так вот поверните да то есть то что должно быть в китае очень мало естественно бейджин и монголия вот там зацепляются ну естественно куда мы дальше пойдем вот мы пойдем куда нашу замечательную северную америку где там америка тусуется да это не вся то есть если америка вся заболевает и только потому что там перелеты большие так большая часть америки она располагается все как бы севера самой америки сейчас немножко раскручу его если получится немножко подтупливает что ли ну да ладно то есть если мы будем говорить про север америки так сейчас вот так пожалуйста не покажите так торопитесь интересное кино ну да вот это примерно вот спид лимит да то есть вот 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 обратите внимание да вот скорость 30 км в час да это америка у нас как-то очень сложно так чтобы на улице росли пальмы в америке то никаких проблем нет то есть большая часть америки это тропики субтропики и практический экватор если мы будем говорить про флориду то есть но немножко другая часть до количество людей реально заболевающих вот этими вещами да мы будем говорить о нас естественно очень-таки небольшое потому что я везде был я был на кобе везде был как-то все красиво какой-то гриппу что там ребятки в трубу руку решит то ли нет вот там там температура немножко другая и если мы даже будем говорить о состоянии заболевающих всех дивным гриппом да то это когда на улице температура максимум 5 градусов тепла после этого горит уже никаким боком то не не ходит кроме всего прочего когда мы будем говорить о коронавирусе том сам то он тоже в тепле то не живет то есть это те же самые дела и при этом почему мы не отдыхаем в течение месяца каждый год ну почему лишь представляете о чем идет речь то есть если от коронавируса у нас в данном случае 50 тысяч человек умирают ну там кто-то сказал что 200 тысяч человек хотя в этом деле очень буду сильно сильно сомневаться что такое вообще может быть случиться хотя ну может быть и такое случится но от грипп то у нас умирает немножко другое количество людей 300 или 650 тысяч человек почему не отдыхаем то а зачем вот эта чеботуха случилось зачем мы начинаем отдыхать для чего и непонятно ну-ка расскажите мне то есть это идет жесткий проезд по вашим ушам да не смотрите в телевидении вы смотрите youtube канал смотрите нормальный youtube канал где к вам не проезжают по башке и просто реально объясняет что особых проблем не существует особых проблем и существует вообще такие вещи иногда случаются с ними также борется примете я не против телевидения как такового я знаю что телевидение это лучший вариант рекламы это сто процентов мне даже не гавтифирайте но хорошее телевидение вам объясняет как вы должны качественно жить так что думайте и работайте и смотрите хорошие youtube каналы ну типа мой к примеру